всем привет везде громко поэтому снимаю с клумбы можно сказать действительно иногда когда ты не готовишься локацию здесь найти достаточно сложно но в принципе это город где-то вот тут можно присесть потому что я сейчас сидя но на корточках но у нас как в анекдоте нас дикторов ниже пояс не показываю значит что у меня опять лакичевич но сейчас у меня встречи все связаны с этим производителем пробуем новые винтажи пропарус я тоже снимал это савиньон блан снимал и достаточно важно достаточно важный сорт для любого винодела это что касается пенонуара и шардоне потому что есть чем сравнить но теперь уже и савиньон блан и даже я бы сказал бы что в таких не характерных странах да и где есть автохтоны или какая-то своя традиция или какая-то свои сложности с виноделием но в плане даже виноградовство там да конечно повышенные температуры или сложности рельефа или еще что-то да то савиньон блан оказывается тоже такой визитной карточкой и ты должен в общем сделать савиньон блан как в новой зеландии хотя принципе все признают что новозеландский стиль это стиль коммерческий но с другой стороны так как он вытеснил из понимания ну или из поля дискуссии французский то в принципе задача любого винодела в ну не классическом регионе повторить савиньон блан новозеландский если он это делает в принципе дальше он может заниматься чем угодно он как бы галочку поставил гештальт закрыл все какие вопросы нему дальше он может делать тот стиль который либо получается либо нравится но в общем то уже искать что-то свое авторское до этого пока ты не сделал этот вот стиль законодатель моды ты тебя все время будет говорить что ты что-то не доделаешь почему у меня такое предисловие дело в том что меня предупредили что он будет больше похож на новую зеландию и в принципе это мне сказал винодел и вот сейчас я с барменом разговаривал ну как тут бармен и сомелье это одно и то же и он мне тоже сказал что ему этот савиньон меньше понравился потому что он коммерческий по вкусу хотя мы знаем что по основанием своим там по месту происхождения по органике по технологии ну сложно его назвать коммерческим вином но и по количеству и по цене опять же очень сложно говорить про это вино сейчас когда он только разлита до 12 половиной процентов алкоголя из того что нам известно двадцать второй год действительно он очень он очень савиньонистый он очень новозеландский если так можно сказать если так можно выразиться лист черной смородины но здесь я бы сказал бы что кстати это не классическая новая зеландия а новая зеландия которая вот такая постмодернистская которая стала в маракуйю папайю в манго то есть это не назвать классической черной смородины да я даже я бы сказал бы что двадцать первый год на более черной смородины хотя здесь настолько это пышет что просто это даже не отнять единство что сейчас кислота вот по мне она кислит немножечко надо посмотреть как будет развиваться вино и сейчас вот эта кислотность она прям даже в ароматике есть что кстати тоже его делает еще более савиньонистым в плане того что даже может быть пипи дыша будет открываться может быть не сразу но где-то в процессе сейчас это что-то между вот этим вот листом черной смородины вот эти экзотические фрукты которые я перечислил знаете из-за того что здесь опять же классические вот для винодельни выдержка два года на осадке она обрадает обладает еще каким-то неким ванильным или кондитерским обрамлением так процент я не сказал цвет кстати для новозеландского достаточно золотистый вот прошлое шардоне если взять я вам сказал что откуда там возьмется золотистый цвет здесь золотистый есть причем он такой золотистый как будто немножечко шампанский то есть вода сюрли и медали дает вот этот подвеск давайте попробуем кстати вот в отличие от 23 года 22 год еще не такой полнотелый но вино особенно что касается савиньон блана да она по досадкам конечно приобретает некую вязкость я бы не сказал что глубину но усложнение здесь опять же до хэви немножечко не хватает до спелости но вкус уже опять же как будто нас подводит будущему двадцать третьему году он уже более спелый скажем так в нем остается еще вот эта свежесть которая которую наблюдаем в аромате но во вкусе уже есть какой-то вот момент готовности вина да то есть понятно что она после розлива должно еще полежать бутылки ну месяца три чтобы прийти в себя но вот она более скажем так вот сейчас более экзотическое по фруктам и вот по вязкости и по вязанию даже во рту она остается на слизистый такой очень интересный эффект что самое прикольное что обычно мне нравится когда остается на небе здесь аж он остается под передней губой и чуть-чуть на языке очень есть какая-то вот даже такая степень концентрации не такая чтобы там убийственная но разница между предыдущими она присутствует с другой стороны я уже сегодня мы говорили я услышал что 23 ой 24 год еще будет более концентрированной хоть на месяц раньше на 25 дней раньше сняли урожай показатели очень высокие то есть даже по идее какие-то сорта ну не если бы знать вот как это получится можно было бы собрать дней на 7 раньше а то и вообще их можно было бы использовать для игристого вина в общем то что-то интересное нас ждет если что такое подобное повторится а вот чувствуется что вот нагнетается да и жара нагнетается концентрация то мы увидим возможно уже скоро новое сербское виноделие я сказал что она меняется уже я вот являюсь свидетелем этого нет настолько быстро что возможно мы увидим совершенно кардинально новые техники новые виды вина и новую стилистику давайте еще раз перепробую это очень классный правильный савиньон он отличается от новой зеландии я могу сразу сказать что это не в чистая копия новой зеландии потому что новая зеландия при своей вот это савиньонистости и так далее она все равно остается таким вот вином довольно простым таким повседневным ярким но при этом легко пьющимся здесь уже все-таки есть глубина длина и это не так сказать что прям легкое вино но вот любителям вот этих вот новозеландского стиля или экзотических фруктов очень зайдет потому что знаете в чем прикол что и в чем я поймался на втором гладке я когда под нашу бокал я нюхаю их и потом очень быстро получаю никакой разницы между ароматом и вкусом нету чуть-чуть может быть помощнее вкус ну нет как не помощнее а по спелее вот но это все компенсируется прекрасным там и вкусом и послевкусием в общем конечно супер она должна немножечко успокоиться прийти в себя у него есть вот это немножечко утяжеление до усложнения стиля я сказал бы в стиле как раз таки луары и но он уже намного ближе к ним если до этого я говорил что стилистика такая вот золотая середина между тем и тем и очень сложно отнести что туда что туда и очень по маленьким параметрам то теперь все больше параметров подходит под классические стили но опять же чисто новозеландским я бы не назвал и чисто луарским тем более в общем-то в новую зеландию это должно порадовать любителей вот этого стиля и это очень классно что он местное виноделие показывает эту стилистику я говорю что после того как ты сделал новозеландский совминен квази новозеландский ты уже имеешь право на какие-то свои изыски